Снег, выпавший на территории края, по словам синоптиков, уже не растает. Но зима все же начнется не резко, а постепенно. Тем не менее, за предстоящую неделю снежный покров, со слов специалистов, сформируется на всей территории края. В ближайшие выходные температурный режим по ночам будет колебаться от минус 2 до минус 12 градусов. В дневное время прогнозируют от плюс 2 до минус 5. На следующей неделе температура за окнами продолжит падать. Но погода будет неустойчива. Снег, мокрый снег, гололед, вероятны метели. С 10 и 11 числа у нас ожидаются неблагоприятные погодные явления. Когда на всей территории края пройдет снег, местами мокрый снег, ожидаются метели, усиление ветра до 15-20, местами до 24 метров в секунду. Есть вероятность перехода неблагоприятных погодных условий в штормовую погоду. За предельные цены на сливочное масло. Кого-то вынуждают отказаться от этого продукта, кто-то просто сокращает его потребление, другие находят способы удешевления необходимого для здоровья человека продукта. Так вот, сливочное масло, цена которого в этом месяце пробила потолок, может стоить не больше 100 рублей за упаковку. Так считает одна из жительниц края, которая много лет занимается производством молока и молочных продуктов. Более того, она уверена, что сделать себе масло может любой желающий своими руками и за полчаса. Мои коллеги продолжат. Этой осенью в российских магазинах воруют не куриные яйца, а сливочное масло. Судя по взлету его стоимости, на перепродаже масла можно нажиться. С начала года его цена подорожала на 25%. Антонина Гордиенко несколько лет варит сыры из козьего молока. Излишки идут на производство творога, сгущенки, сметаны, масла. В первую очередь для себя, но бывает и на продажу. Женщина уверена, взлет цен на молочную продукцию и на масло, в частности, не имеет технологических оснований. Это сплошь человеческий фактор, так как у молока как сырья цены как таковой нет. Мы отобираем у курицы яйцо, у коровы молоко. И это бесплатное. Она просто дарит нам дар земной. Частник может сделать для себя, часть забрать и сделать для себя что-то такое. Но нам же надо много. Мы же забираем все молоко, мы же забираем все яйцо. И куда? Мы несем на рынок продавать. Но даже с ценой на фермерское молоко себестоимость масла точно не как в магазинах, подсчитала Антонина. Особенно, если сделать его самим. В России вновь набирают популярность домашние маслобойки. На сайтах продажи поддержанных вещей это оборудование стоит от 500 до 5000 рублей. Различных модификаций, даже редкие деревянные ступы. У Антонина сохранилась пластмассовая маслобойка. Жернова превращают сливки в масло за полчаса ручной работы. Разбег какой у фермеров сезон? От 30 рублей до 100. 30-70-100 рублей цена за литр. Вот эта трехлитровая банка вы можете взять за 150 рублей. С них снять сливок третью часть. Третья часть сливок это ваше масло. И вот смотрите, 300 рублей допустим банка это по максимуму. 100 рублей ваше масло будет стоить. По словам федеральных экспертов, взлет цен на сливочное масло произошел из-за подорожания сырья, а также дефицита сырья, а еще по причине снижения поголовья. В Алтайском крае в последние годы также падает число КРС, так как содержать скот из-за цен на корма и ГСМ становится убыточно. Цена вряд ли вернется на прежние позиции. Поэтому всем, кто готов потрудиться, Антонина Гордиенко дает лайфхак, как в домашних условиях сделать масло. Единственное, позаботьтесь о качестве сырья. Наливаете в банку, в двухлитровую, смотря в трехлитровую, в зависимости сколько, садитесь у телевизора, смотрите свой любимый сериал и взбиваете вот так банкой. Все, через полчаса у вас масло. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. В нескольких регионах страны отмечен рост заболеваемости вирусом Коксаки. Случаи распространения инфекции участились в детских садах и школах Московской и Владимирской областей, а также в Краснодарском крае. Добрался ли вирус до Алтайского края, насколько тяжело протекает болезнь, узнавала Мария Костылева. Ленты новостей федеральных изданий пестрят сообщениями о распространении вируса Коксаки в российских регионах. Оказалось, вирус не новый. Медикам и эпидемиологам он давно известен. Типичные симптомы Коксаки – лихорадка, сыт, диарея, слабость, тошнота, боль в горле. Кстати, Коксаки также известен как кишечный грипп. Вирус Коксаки – это как бы один из генотипов энтеровирусной инфекции. То есть это энтеровирусная инфекция, которая у нас, в принципе, всегда регистрируется ежегодно. Она имеет летний-осенний подъем, летнюю-осеннюю сезонность. У нас она регистрировалась, как бы я повторюсь, ежегодно. И в этом году тоже у нас начались единичные случаи. В зоне риска чаще всего дети. Взрослые, как правило, могут являться лишь переносчиками. Вирус может передаваться различными путями. Но чаще всего заражение происходит через пищу и необеззараженную воду. В основном его привозят, вот если в зимнее время, для нас оно не очень характерно, с Таиланда. Отдыхают в бассейнах, купаются, вот такое заражение идут, друг от друга передается. Дети купаются, как правило, ныряют в воду, из бассейна глотают. И таким образом происходит заражение. В таком случае медики рекомендуют контролировать купание детей в водоемах и бассейнах. Мыть продукт кипяченой или бутылированной водой. А выпить сезон, носить маски и чаще мыть руки. Кстати, если организм уже перенес атаку коксаки и человек переболел, образуется стойкий иммунитет. Повторного заражения именно этим вирусом не будет. Однако надо понимать, что другими типами, даже с аналогичными симптомами, заразиться вполне вероятно. Инкубационный период коксаки длится не больше недели. Самые распространенные формы, которые мы регистрируем у себя, это у детей, как правило, организованных, высыпания идут на ладонях, на стопах и высыпания во рту. И у герпангина, может, тоже слышали такое достаточно распространенное заболевание. Это не имеет никакого отношения к вирусам герпеса. Это вот как раз одно из проявлений интервирусной инфекции. Инфекционное заболевание представляет большую опасность не только для детей, но и для всех тех, у кого ослаблен иммунитет. Однако в целом эпидемиологи отмечают, в этом году в регионе гораздо меньше рецидивов заболевания, чем, например, в прошлом. Сейчас в ноябре тоже единичный случай регистрируется. Всего вот за 10 месяцев текущего года у нас зарегистрировано 43 случая интервирусной инфекции. Она определяется в референс-центре. Вот в прошлом году мы отправляли, у нас было зарегистрировано 73 случая. То есть мы в этом году практически в полтора раза ниже. Также в Роспотребнадзоре добавили, в целом эпид-обстановку в регионе можно назвать стабильной. Коллективный иммунитет у населения есть. На этом фоне идет снижение заболеваемости того же ОРВИ на 10%. Мария Костолева, Владислав Ковалев, День с толком. Четыре новых поликлиники могут появиться в Барнауле к 2030 году. Об этом на этой неделе сообщил журналистом министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Он поделился также планами по поводу очередных мер поддержки медиков. Подробнее о материале Данила Кузнецова. Врачей в Алтайском крае стало больше. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В общей сложности за два года в больницы и поликлиники пришли порядка 150 человек. Чуть меньше представителей среднего медицинского звена покинуло учреждение региона. И сейчас планируется пересматривать программу обучения студентов. Появляются и появятся три новых направления. Это управление качеством медицинской помощи, это управление медицинским персоналом, и это вопросы инфекционной безопасности и инфекционный аудит в наших медицинских организациях. Также в следующем году, возможно, появятся новые доплаты медперсоналу и работникам скорой помощи. Потратить на это планируют около 200 миллионов рублей. Для закрепления кадров продолжится финансирование службы молодых специалистов. Ведь благодаря в том числе этой мероподдержке в 2024 году удалось закрепить в больницах и поликлиниках 91% сотрудников с опытом работы от одного до трех лет. Обсуждается и приобретение жилья для медиков в населенных пунктах, где ведется застройка. 110 миллионов рублей нам надо было только для БИСК, для того, чтобы, возможно, выкупить эти квартиры и предоставить им в эксплуатацию. Где-то это решенный вопрос, а где-то сложно решаемый, в силу того, что не строится это жилье вообще. Поэтому здесь мы идем по варианту компенсации аренды жилья. Что касается медицинской инфраструктуры, в следующем году в эксплуатацию будет введено 6 медучреждений. Валейский, в Камненоби, в Смоленском, Зональном и Мамонтовском районах. Также планируется построить подразделение Барнаульской поликлиники номер 9. А уже к 2030-му в краевой столице может появиться еще 4 поликлиники. По одной в Нагорной части и в поселке Южный, две в Индустриальном районе. В сторону аэропорта активная застройка идет. И как раз таки по Власихинской мы планируем строительство, ну, предложили поликлиники. И еще одно подразделение поликлиник в виде поликлиники 9. С другой стороны тоже Индустриального района по Павловскому, вот Ракта. Поликлиники планируют построить в рамках нового нацпроекта продолжительная и активная жизнь. Он стартует в 2025 году. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, День с толком. На этой неделе вспоминали животных, которые пострадали от рук человека. Этому отведен день в календаре, 6 ноября. Согласно исследованиям, каждый четвертый представитель фауны умирает от действий людей. В России растет и число судебных разбирательств по статье за живодерство. Однако лишь малая часть обидчиков получает заслуженное наказание. Можно ли изменить статистику, выяснял наш корреспондент. Сегодня Международный день памяти животных, погибших от рук человека. По подсчетам экспертов, в последнее время число убийств и издевательств над питомцами в России не уменьшается, а лишь растет. Со слов юристов, не смущает людей даже уголовная статья. У меня раньше 245-е, например, в год было одно, два, три дела, которыми я занимался. То сейчас у меня их около 30 в производстве по всей стране. Однако, как утверждают алтайские зоозащитники, в нашем регионе жестокости по отношению к животным становится все меньше. По крайней мере, намеренного насилия. Вот эту тенденцию, мне кажется, можно назвать некой потребностью людей в какой-то гуманизации, единении, сострадании. Потому что очень сложная общественно-политическая, психологическая ситуация напряженная для всех жителей страны. Однако непреднамеренное насилие остается примерно на том же уровне. Самые частые случаи – ДТП с участием животных. Также часто питомцев оставляют где-либо на цепи, после чего они умирают от голода. Все эти случаи преимущественно относятся к собакам. Но кошки тоже зачастую страдают, в основном от голода. Например, когда их несколько десятков в одной квартире. На всех еды не хватает. Однако привлечь к наказанию за такое трудно. Если мы берем там по Алтайскому краю, за последний год таких дел не было возбуждено. Было несколько заявлений, но по всем был дан отказ ввиду отсутствия состава преступления. В том числе возбуждали делом и по стрельбе по собаке, то есть когда из пневматического оружия собаку расстреливали. И возбуждали по отравлению животных, когда раскидывали отраву. Юристы говорят, сложно довести подобные дела до конца из-за двух факторов. Во-первых, люди, которые заметили издевательство, редко снимают это на камеру. Поэтому зачастую отсутствуют улики. Во-вторых, нужно доказать, что был мотив, и обидчик проявил жестокость намеренно. Хотя депутат Бурматов всегда говорит, что до пяти лет лишения свободы грозит. Ну, грозит в теории. По факту никто никогда не дает. Не то, что пяти, даже трех. Но мы добиваемся все-таки таких приговоров. Очень редко, но мы в выборском городском суде позапрошлую пятницу вынес в суд приговор. По части второй статьи 245. И приговорил к реальному лишению свободы живодера. Три года колонии общего режима. Так что же делать, чтобы обидчик понес наказание? Зоозащитники и юристы рекомендуют по возможности вмешаться. Или зафиксировать издевательство на камеру. Во-вторых, если животное пострадало, связаться с приютом. А лучше довезти туда собаку или кошку. Ну, а далее нужно обратиться в полицию. В крайнем случае, можно привлечь юриста. Даню Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Школьники края могут стать настоящими операторами дронов. При этом речь идет не только о детях из Барнаула, но и из районов края. Как такое возможно, расскажет Ирина Корчагина. День с толком. Они планируются летать в виртуальной среде и, наконец, сами запускают летательный аппарат. Нас сюда позволили просто показать, как это все происходит. Я просто до этого основу компьютеры разбирала. Тут поинтереснее, чем там. Мне нравятся конструкторы с самого детства. И мне нравится разбираться всяких таких штучек закручивать. Для меня это просто интересно, но я задумалась пойти на летчика. А это уже Заринск. Здесь у ребят тоже появилась возможность впервые подержать дрон в руках и даже запустить его. Преподаватели политеха также выезжали уже в Биск, Шипунова, Завьялова. В конце ноября полетать на Коптере смогут школьники Павловска. Для них это не только развлечение, но и реальная профориентация. Наши ребята рассказывают вообще о концепции применения дронов. Рассказывают про наш Алтайский край и его особенности. Что у нас большая протяженность дорог, что нужно контролировать эти дороги. Что у нас много сельхозугодий, которые можно и обрабатывать с помощью коптеров больших. Все это интересно и расширяет их кругозор. Ведь кто-то хочет пойти в конструирование, а кто-то хочет пойти в такой практический аспект, когда уже идет использование дронов. Кстати, в следующем учебном году в политехе откроют новое направление подготовки для выпускников 9 класса техническое обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов. Возможно, среди этих школьников тоже уже есть будущие профессиональные пилоты. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Вновь злободневная дилемма. Запрещать ли соцсети детям до 14 лет? Такую инициативу президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма сейчас активно обсуждают в России. Стоит ли игра свечи? Нужно ли действительно применять настолько кардинальные меры к школьникам? Наша съемочная группа узнавала у жителей Барнаула. Как вы относитесь к тому, что детям до 14 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями? Ну, это не совсем. Надо ограничить, да, я не спорю. Где-то в школе, где-то вечером родители должны контролировать. А полностью я думаю, нет, нет, они уже без этого никак. Наверное, на самом деле очень хорошо, потому что в соцсетях нет, так скажем, ограничений по возрасту и очень много лишнего контента они смотрят. Положительно. Почему ваше мнение? Ну, слишком много свободы сейчас. Ребенок не может отличить хорошее от плохого на данном этапе. До 14 лет у него с этим проблемы. Вестись на провокации, отличать на посторонний сайт захотеть. То есть он себя до 14 лет не контролирует. Как относитесь к тому, что в России хотят запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет? Ваше мнение? Нормально. Все равно все будут захотеть, как захотели. Спокойно, я думаю. Ну, наверное, есть какие-то резоны, чтобы запретить. Детям есть по-хорошему-то есть чем заняться. Можно ходить в театр, можно заниматься в студиях, можно заниматься в спортивных секциях, можно танцевать и так далее. Читать книжки в конце концов. Ну, можно развивать. Ну, что о социальной сети? Там что-то они им дают для развития? Конечно, это, естественно, это беда всей России. Дети сейчас просто как зомби в этих телефонах, в социальных сетях. В какой-то степени это может быть и полезно, и хорошо. Надо ограничить, ограничить, но не запретить. Алтай едет на Кубу. Речь о днях духовной культуры России, которые впервые пройдут за океаном. Наши артисты ансамбля песни и танца Алтай поделятся секретами профессии на мастер-классах для танцоров и хореографов, а также выступят с лучшими номерами. Как коллектив готовится лететь за океан, расскажет Дмитрий Дроздов. Репетиции по 6 часов и так каждый день. Ансамбль песни и танца Алтай готовится отправиться на Кубу. Там пройдут дни духовной культуры России. Наши артисты проведут серию мастер-классов для танцоров и хореографов по русскому народному танцу. А также выступят с известными номерами, покажут за океаном балет Рахманинов и представят концертную программу «Мы сибиряки», где собраны яркие номера, показывающие разнообразие народной культуры Алтайского края и отражающий сибирский характер. Всем кубинцам интересно, как мы живем, как они говорят, как вы выживаете в снегах. Им очень интересно, когда у нас мороз. Поэтому, если у нас произойдет такая яркая творческая дружба, то, я думаю, не за горами и в репертуаре появится кубинский танец или кубинская песня. К Солнечную Кубу полетит делегация из 22 человек. Слово для Алтая – это первый вылет за океан. И это будет самый долгий их перелет. Маршрут будет таким – вылет из Новосибирска, оттуда в Москву, а уже из столицы отправится на Кубу. Перелет займет порядка 20 часов. Артистов это не пугает, и они в предвкушении такого творческого путешествия. Очень сильно хочется посмотреть именно за океанского моря, за океанского солнышка, потому что в той стороне лично я ни разу не был. Мне очень интересно, как там посмотреть именно мексиканскую, португальскую сторону, их менталитеты, обычаи. Хочется от артистов местной страны напитаться какими-то элементами, возможно, какими-то практиками танцевальных движений. Это большая ответственность – выступать за рубежом нашей страны. Мы несем культуру нашего региона, нашей страны. Это очень ответственно. Отправятся на Кубу алтайские артисты уже в понедельник. Помимо нашего коллектива, кубинцы смогут познакомиться с киностудией «Союзмультфильм». Также будет представлена выставка на Вадевичьей монастыре и много различных мастер-классов. Все это позволит жителям острова за океаном узнать о традициях русского народа и о том, как же мы выживаем в снегах с медведями на улицах. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День Столка. История страны, зашифрованная в иконах. В Барнауле открылась выставка «Небесные покровители императорского дома Романовых». Это первое в своем роде собрание икон, которые были посвящены историческим событиям, связанным с династией Романовых. От восхождения на престол до чудесных спасений в катастрофах и покушениях. Как о них было принято рассказывать языком иконописи и как иконы стали прототипами семейных фотопортретов. Об этом мой коллега Николай Потешкин общался с куратором выставки, протоиереем Георгием Крейдуном, кандидатом богословия, доктором искусствоведения. Отец Георгий, выставка называется «Небесные покровители императорского дома Романовых». И вот у человека, который прочитает это название, может сложиться впечатление, что это те иконы, которые династия Романовых в то или иное время, те или иные представители использовали, скажем так, для личных целей. На самом деле, те иконы, которые попали в выставку, как они были созданы, как использовались и как дожили до наших дней, скажем? Ну, дело в том, что правящий дом, императорский дом на Руси, в Российской империи, это было не просто, ну, скажем так, представители власти. Это было интегрировано во многие сферы человеческой жизни, общественной жизни. Все-таки традиционно, ну, во-первых, империя считалась православной, император – помазанник Божий. То есть, очень много было завязки на церковь, на религиозную составляющую, и поэтому к царю и к представителям императорского дома, к родственникам, к великим князьям относились с большим пиететом, молились за них. То есть, это было такое повсеместное, в храмах, на богослужениях, и это все приводило к тому, что и вот иконы, как неотъемлемая часть религиозной жизни человека, а не также часть, ну, определенная группа икон, она была связана именно с историческими событиями из жизни страны и, соответственно, правящего дома. То есть, к той или иной дате писалась икона, грубо говоря? Да, чаще всего к историческому событию, это были, конечно, считались гражданскими праздниками, не церковными. Да, есть церковные праздники, это то, что связано с евангельскими событиями, а история государства, она как бы свои давала даты. День рождения, день коронования, день венчания или какие-то события сверхординарные, допустим, какие-то катастрофы, чудесное спасение в катастрофе. Это тоже был предмет потом уже и благодарственных молитв, и, естественно, к этому времени, к этому моменту писались иконы. Ну и по названию выставки можно понять, что изображались покровители того или иного члена царской семьи, да, вот на иконе. Ну, у каждого человека, крещённого, есть свой небесный покровитель, это святой, чьё имя носит человек. И, к примеру, Николай II, последний император из рода Романовых, его небесным покровителем был Николай Чудотворец. Соответственно, если речь шла о семейной иконе Николая II и Александра Фёдоровна, его супруги, то на этой иконе парной, допустим, должны быть изображены святитель Николай и великомученица Александра. Вот эти парные иконы, а у нас их несколько здесь, так или иначе были посвящены либо, может быть, коронованию, либо венчанию царской четы. Ряд икон у нас посвящено событию чудесного спасения семьи Александра III в катастрофе железнодорожной 1888 года. Одна из икон с надписью, и там определённый набор святых. Надпись указывает на это событие, поэтому тут всё понятно, никаких сомнений. А набор святых, допустим, правая сторона, это святые небесные покровители семьи Александра III. С левой стороны это святые, которые празднуются именно в этот день, когда произошло чудесное спасение семьи. Ну и особенно хорошо, наверное, представлена у нас тема празднования 300-летия императорского дома Романовых. Эти иконы тоже подписные есть, часть, и они узнаваемы. Вот, допустим, икона Фёдоровской Божьей Матери с предстоящими. 12 святых перед Фёдоровской иконой – это все покровители всех императоров Романовых. Фёдоровская икона, если не ошибаюсь, для Романовых вообще особую роль? Да, Фёдоровская икона – это немножко семейная икона, потому что с ней связана. Это было в Костроме в 1613 году. Первый представитель Романова, Михаил Романов, был благословлён именно Фёдоровским образом, чудотворным образом Божьей Матери. И вот княжны, скажем, Мария Фёдоровна, переходя в нашу религию. Все принцессы, которые из-за рубежа, да, то есть из Европы, которых брали в жёны наши, великие князья и императоры, именно все иностранцы, они приобретали отчество Фёдоровны. Если отчество другое какое-нибудь, значит, это местное наше было. Ну, в том числе Александра Фёдоровна, да. Александра Фёдоровна немка, Елизавета Фёдоровна, её сестра и супруга дяди Николая II Сергея Александровича, тоже, естественно, немка, и тоже она Елизавета Фёдоровна. Как выставка собиралась? И эти иконы теперь по своему прямому назначению служат или уже являются музейным экспонатом? Ну, выставка, начну с последнего. Нет, мы не можем относиться к иконам как к музейным экспонатам. Икона остаётся иконой, тем более, что выставка проходит в духовно-просветительском центре при храме. Поэтому здесь и когда мы открывали выставку, митрополиты Сергий Барнаульский, Алтайский совершил молебен соответствующий. Поэтому эта икона, несмотря на то, что мы говорим, что это выставка, это всё равно икона сохраняет своё первоначальное значение. Другой вопрос, что эта икона носит мемориальный ещё характер. Помимо религиозного, собственно религиозного, но ещё и мемориальный характер. То есть она привязана к конкретно историческому событию. Почему мы занялись и как эта выставка собрана? Во-первых, это выставка из частных и церковных собраний. То есть часть это в храмах, они находятся эти иконы, постоянное хранение. И сейчас на время просто они перенесены из храма на это собрание, на эту выставку. Части это частные, которые передали на время этой выставки, люди, которые обладают этими иконами. Если говорить о том, откуда приехали иконы к нам в Барнаул, насколько это широкая география? Ну, это, я думаю, вся Россия. Потому что не все иконы их пути можно установить. Можно сказать, даже практически невозможно установить. Потому что, как уже отметил, борьба с ними была очень активная, с этими иконами. И люди их прятали, скрывали свои имена. И поэтому уже до наших времен, вот эта легенда, их историческая преемственность, через какие руки прошли эти иконы, откуда именно они бы взяты первоначально, уже практически установить невозможно. Можно ли говорить с точки зрения искусствоведения здесь о разных техниках, разных школах, которыми исполнены иконы? Техника совершенно разная. Это и практически древнерусский канон, это и академическое письмо маслом, и русский модерн, и русский стиль в его классическом понимании. Ну, есть даже и письмо по металлу, то есть несколько икон у нас на металле представлены. Ну, есть даже тиснение, печать, вот плат, который, подлинный плат, тоже из Рубцовска нам предоставили его для выставки, который печатался в честь 300-летия дома Романовых. На нем портреты всех Романовых, включая наследника Алексея Николаевича, вот, по периметру, а в центре сюжет призвания Михаила Романова на царство. Фотография, она много унаследовала из традиции иконы. Вот, допустим, семейный портрет — это то, что прежде было как семейная икона, на которой, на этой семейной иконе изображались святые небесные покровители всех членов семьи. Иногда, допустим, если только вступали в брак, то это была парная икона, значит, покровитель мужа, покровительница жены. Появлялись дети, как они могли дописывать уже детей, либо новые иконы заказывали, либо еще бывало так, что на полях иконы дописывались там образы уже более миниатюрных детей. Отец Георгий, подводя итог, почему бы вы рекомендовали, если коротко, посетить эту выставку и жителям города, и гостям города? Вроде бы уже много с вами сказали, но все-таки самое вот такое... Ну, эта выставка посвящена не только религиозной или церковной истории, она посвящена еще истории нашей страны, нашего Отечества, истории царского дома Романовых. А при Романовых за 300 лет было сделано очень много на самом деле. И хотя бы только по этой причине всем тем, кому интересна история нашей страны, дорога культура нашей страны, традиционная культура, конечно, нужно прийти посмотреть, потому что выставка эта будет до 24 ноября, а потом она уже, скорее всего, поедет в Красноярск, Новосибирск. То есть уже есть желание, стремление, потребность и договоренность о том, чтобы она стала такой передвижной выставкой по Сибири, по крайней мере, точно. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар – мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok